чайки раскричались это хороший знак река привет сейчас увидит рыбу и покажет где рыба и мы будем ловить рыбу друзья привет саша иванов живу на земле время около 6 вечера я вообще приехал на ночную рыбалку приглашаю вас с собой сейчас до заката где-то часа три по светлому походим половим потом попробуем поймать судачка может быть жереха может быть щуку в общем планы ребят побыть на реке сейчас если будет рыба то будет вдвойне здорово обычно чтобы поймать хоть что нибудь ставлю вертушку или отводной поводок сейчас ребят ловлю на поверхностные приманки хочется поймать что-то более-менее крупное потому что вот на такой-то поттер клюнул окунь в районе 600 грамм тут недавно причем были выходы и с вертушками да рыба клевала но не такая крупная ну и вечером поймал судака ночью уже в темноте как бы рыбаки поймут теперь я в общем обязан попробовать еще потому что рыбу поймаешь не все хочется опять вернуться и поймать опять думаешь а вдруг еще больше клюнет о поклевка а я думал где же там у меня приманка он промахнулся знаю найти то поттер и может быть паузу надо делать вот вот он там оба догнал есть ведь ребята неожиданный момент то место куда хотел пойти там люди сейчас купаются вот да ребят окунь клюет на поверхностные приманки немного крупнее чем обычно на отводной там или вот такой привет рыбка ребят рыб поймал меня приманка такая одна и причем купил ее года три назад никак не мог разловить никогда не понимал что происходит оказывается это вот жара летняя проходит и начинается поверхностная активность у рыбы и тогда работает это как воблер только у нее совсем нет лопатки плавающий и как бы удочка вот так подергиваешь немного и он такими галцами плывет если честно для меня вот прям что-то новое я думаю что это у меня приманка на жериха ну еще слышал щуку ловит тут вот второй раз срабатывает именно по окуню причем неожиданно об еще поклевка ребят еще один да ладно это прям буквально здесь через заброс произошло ребят но это поменьше немного но тоже рыба неожиданный поворот еще когда его долго не мог разловить думал что может быть какую-то проводку неправильное дело может что-то нужно да нет вот просто рыба есть активная готова его съесть и она его кушает рябь на воде опять же думал тоже что должна быть чистая вода вот как как на поппер когда ловишь я его начинаю видеть уже только вот ближе к берегу и ничего работает сейчас можно и на поппер попробовать также какими-то галцами провести ребят каждый на каждом забросе клюет вот это вот это заезд сегодня думаю поеду на речку отдохну какой тут отдых тут он рыбешки клюют а может просто попал в какое-то правильное место где окуневая стая и она активно сейчас ела бы все подряд и вертушки и отводной все что не предложишь ну пробуем пока на вот эту штуку вот я вижу он опять там выходит недалеко от берега вот ребят еще один я знал что бывает счастье какое-то когда-то попадаешь в такие моменты что рыба реально ловится не то что ты по по одной рыбке там вымучиваешь за час именно что вот забросил поймал забросил поймал все прям в реальном режиме удавить еще один заброс кажется далеко он тут ближе ближе клевал вот эта проводка приманка неужели сейчас опять будет поклевка не клюет если паузу сделать об поторопился ребята так он опять клюнул это какой-то подарок как знаешь как на день рождения поедешь на рыбалку и у тебя там все будет клевать перестала клевать поппер к сожалению остался в другой коробке из кренки и довольно крупные 70 размера воблер ну как крупные для окуня такую может попробовать штуку просто хороший момент проверить приманки там где было прям несколько поклевок попробовать предложить ему что-то другое потому что ну вряд ли там было всего четыре рыбы либо конечно от вываживаний он отсюда мог куда-то отбежать тогда стоит пройтись по берегу уфа ребята еще поклевка опять поставил я сейчас пробовал на воблер ловить поставил опять вот этот top water или как это называется это уже не окунь это что-то другое кажется в тину заводит ребята посмотреть бы хотя бы кто это с таким ударом аж сработал фрикцион похоже на жериха по сопротивлению сейчас сапоги размотаем пойдем к нему тогда в тину надеюсь там не очень глубоко у ребят это кто это да это жерих запутался в траве вот он вместе стены жерешок так вот так я и думаю что это приманка что это приманка на жериха ребят сейчас небольшой удивительный момент это жерих некрупный до килограмма это вообще грамм 600 700 ребят до килограмма я их отпускаю я пробовал такого кушать а у нас еще и по размеру тоже он не подходит ну почти подходит у вас 40 сантиметров можно брать уху ребята это конечно вообще супер спасибо за поклевку но жериха мы будем более крупного ждать это большая сильная рыба я к ней с большим уважением отношусь давай отживайся прости что побеспокоили тебя у ребята меня же также как и у всех очень много пустых рыбалок когда никого не удается поймать или одну какую-то маленькую рыбку и время от времени случаются вот эти просто какие-то золотые часы когда ты приходишь на реку бросаешь туда удочку и там бам-бам-бам клюет вот из-за того что может клюнуть жерих на эту приманку как я слышал и как сейчас я видел фрикциону катушки ослаблен чтобы он мог легко стравливать леску потому что поклевку вы наверное слышали как она выглядит и пошел более более крупная рыба еще еще сильнее в общем все происходит наверное нужно будет почитать что-нибудь про эти приманки вообще может еще каких таких купить или чего-нибудь похожее не знаю а может сегодня просто супер день супер вечер есть ребята есть еще поклевка тут наверное скорее всего окунь да это окушок приличный приличный хороший вокруг рыбный час вот она рыбацкое счастье друзья это тверская область все недалеко от твери происходит не астрахани карелия в общем самый обычный водоем но лето было жарким хищная рыба активность вообще практически не проявляла сейчас чуть-чуть попрохладнее стало градусов 20 а было до 30 каждый день по ночам 12 градусов вода стала остывать у меня с собой есть теплые вещи чтобы вечером ночью половить и хищная рыба начала клевать есть еще одна одна рыбка даже не могу сказать что я освоил какую-то проводку или что-то я просто им дергаю все зимой когда приманки перебирал есть те которые нравятся есть и которые не ловят вот это было в разряде который не ловит и думал продать ребят что-то я вообще передумал продавать какие-либо приманки всему всему свое время он там опять поклевки происходит пауза похоже не срабатывают все-таки надо чтобы на ходу это происходило даже если не может поймать вот пошел 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 за ней пошел кто-то идет ну вот пауза и все и рыба отходит надо все-таки похоже чтобы двигалась решил перейти на другое место там пускай местечко отдохнет вернемся еще все-таки очень похоже на то что такой момент этот когда рыба клюет она клюет на все потому что попадал и с отводным поводком и с блестками такие места где там по 10 рыбин с одного места можно поймать а может место самое хорошее по себе там по течению видно маленько там что-то какое-то завихрение может бревно лежит или ямка какая-то не знаю ва позже мы еще заглянем туда сейчас так вот иду бобро бобровыми тропами вот бобр он здесь ночью спускается в воду а тут они когда-то тоже ночью выходит и протаптывает немного тропинки хотя бы нам рыбакам помогают бобры помогают не только в рыбалке они там такие норы свои роют тут недавно провалился там растянулся штаны порвал как раз давно пора их постирать зашить тут конечно больше похоже какие-то щучьи места может быть другом месте ребят что-то и не клюет вообще сейчас попробуем вернуться опять туда откуда все где все началось вот это клевое местечко времени немного прошло может быть минут 15-20 чуть-чуть походил сразу понятно здесь было много поклевок а там покидал покидал вообще ничего все ребят похоже можно расслабиться сейчас четыре или пять забросов никаких не выходов не поклевок как будто здесь рыбы никогда и не было ну вот когда были поклевки а нет ребят вот все-таки все-таки клюну когда были поклевки я смотрел тут рябь было на воде сейчас прям гладь воды очень хорошо все видно окушок до этого были крупные окуньки а это мелкий пошел маленького сейчас наверное отпустим еще совсем какой-то небольшой беги где-то вдалеке клюнул здесь рыба которая если здесь она есть рядом то и нас хорошо видно а там а там нормально еще клюет взгляд уже вроде кажется получше давай 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 да этот определенно побольше такие хорошие хороший размерчик река спасибо огромное такие рыбалки запоминаются прямо надолго еще один заброс в этом месте и пойдем дальше если не клюнет что-то там гоняет какая-то рыба у ребят началась активность стоило только сказать что еще один заброс и рыба сразу появилась здесь рыбка какими-то выходами он отдыхает минут десять а потом десять минут клюет промахнулся есть по я зацепился опять уже кажется не очень большой они как-то сначала крупненький клюют а потом начинается поменьше этих поменьше я уже не буду брать рыбы есть жадничать смысла никакого нет с собой пинцетик всегда ставлю такой вот хирургический чтобы можно было рыбок легко освобождать если что сейчас подожди рыбка вот и все беги охотиться дальше солнышко на закате приближается время попытки поймать судака ночного так-то история этих улов она очень просто по вечерам сейчас начал ездить со спиннингом на речку сначала с блесной вертушкой встретил рыбака он такой top water я даже не знаю может быть я неправильно называю это ловит как бы жереха ну саму рыбу я не видел но он говорит что ловит и типа хорошо я да у меня тоже такая приманка есть следующий раз беру уже с собой и поездил поймал вот окунь здоровенного сейчас опять на нее пробую ловить вот прям поклевки бум бум один за одним да также присмотрел местечко вечером не хотелось речки уезжать здесь красиво прям хорошо думаю останусь уже стемнело по темному поймал там пару окунь и щучку и потом думаю слышал где-то что она воблеры ловит ночного судака на медленную проводку стал делать эти проводки ничего не получается рыбы конечно же никакой нет я опять же думаю ну все поеду домой и просто чувствую зацепилась думаю но еще не хватало воблер оторвать начинаю дергать зацеп поплыл его и вытащил судака ну и вот конечно хочется все это повторить конечно чуть менее удобное место уже хорошая аккуратненько ребят продолжает клевать на эту штуковину поесть кто-то хороший в тину уходит в эту окунь вот это дела ребята вот на новом месте все начинается с крупного окуня такой прям нормальный с посмотрим может быть и дальше крупные пойдут есть ребята клюет опять на эту штуковину в общем поверхностно на грессирование вышел да вот чуть-чуть поменьше сразу сначала прям большой потом чуть чуть поменьше и ребят нормальный там на паузе маленько приманка побыла отцепился ладно значит это не наш что наша рыба она все равно к нам придет за одну рыбалку приходится ребят поклевки закончились на реке все тише и тише никаких больше не выходов не ударов не поимок сегодня это приманка топ-вотер этот прям косил рыбу да я согласен ребят но на опыте многолетним другой всякой ловли я довольно много приманок было которые примут выстреливали на одной рыбалке или на 2 а потом несколько лет на них ничего не клевала также вот с этой приманкой три года она у меня и это первые места первые пары рыбалок когда она вообще заработала будет ли она работать дальше не знаю ребят в темноте сейчас начал ловить еще не совсем темно на охоту вышли небольшие судачки маленьких я конечно буду отпускать и воблер небольшой равномерная проводка булькой булькой дальше ребят к сожалению такие моменты снимать не получается потому что для камеры нужно освещение рыба ночью она подходит прям береговую зону если фонариком светить то она не приходит сюда хорошо видит темноте и ему комфортно темному было две поклевки судачка маленького отпустил забрал езя какие-то собаки забыли на том берегу туман начался пора собираться домой обычно самое эффективное это час-полтора после темноты дальше может быть тоже какой-то выход рыбы ночью случается но я обычно уезжаю домой друзья незабываемая рыбалка всем добра здоровья и сил с вами саша иванов живу на земле до новых встреч пока